Ну что ж, приветствую тебя, мой одинокий путник, который оказался на просторах интернета и нашел, нашел среди любого другого контента именно это видео. Привет тебе, и я хочу сказать, что этот выпуск для меня особенный, это новый формат, который я пробую. Абсолютно не знаю, что из этого получится, в любом случае, дал себе слово, что залью это видео, будет ли оно удачным или нет, хочу прощупать этот формат, почувствовать, что это значит, как с этим работать и насколько вообще, в принципе, это интересно аудитории. Потому что мне безумно интересны новости музыки и кино, и самыми, я их постоянно отслеживаю, и самыми, наверное, классными и интересными буду делиться. И хочу немножко о них порассуждать, поговорить, сделать какие-то выводы. И первое, что, чего я коснусь сегодня, это история о... Не просто так я сегодня надел эту футболку, я думаю, что... Ну да, тут не совсем, конечно, видно, но я, да, покажу. Я думаю, что многие слышали о том, что такой парень, как Спенсер Элден, который вот изображен, собственно, на обложке альбома Nirvana Nevermind, подал на них в суд за как раз-таки за неправомерное использование вот этой самой фотографии, ссылаясь на нанесение ущерба, на эксплуатацию понятия детской порнографии и коммерческой эксплуатации труда детей. Да, и, в общем, фанаты, насколько я понял, вообще просто с ума сошли от злости, от шока и всего прочего. Честно скажу, я в прошлом году только сам послушал альбом Nevermind. Конечно же, я был знаком с некоторыми композициями из этого альбома, легендарными, конечно, все их прекрасно знают. Это и Smells Like It's In Spirit, и сейчас все повыходило из головы, конечно же. Да, от волнения. Ну, в общем, одно название я уже вспомнил, это прекрасно. У меня даже в репертуаре кавер-бэнда, с которым мы работаем с моими ребятами, периодически выпускаем какие-то каверы и сделали кавер на песню. Я вот сейчас не могу вспомнить, как она называется. Сейчас я быстренько вобью в поисковик, и, конечно же, когда ты на нервах, оно все, все буквы пишутся неправильно. Come As You Are эта песня называется, безусловно. Так у меня выпало уведомление на телефоне. Сделали классный кавер на нее, и это было первое мое знакомство с... 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 значит... полностью с этим альбомом. Это невероятная музыка, это очень круто. И, конечно же, когда... Ты понимаешь, в чем секрет успеха? Это когда столько лет спустя... В каком году вышел этот альбом? В 92-м году. То есть 20 лет назад... В 92-м... Вот не 20, это 30 лет уже назад. 30 лет назад вышел альбом, и до сих пор он звучит максимально актуально. Смыслы... Фуууу... Когда я начал переводить, когда я начал делать кавер на Come As You Are, мне было для того, чтобы проработать его и донести... правильно доносить его со сцены, мне нужно было, конечно же, понять его перевод, понять, о чем эта песня. Я изучил огромное количество разных рецензий, каких-то авторских прочтений, и понял, в общем, достаточно простой текст, за ним лежит огромный пласт истории, огромный пласт разных смыслов, и, конечно, за вот этой, скажем, простотой такой, да, легкой, в ней вот эта многослойность, и это и делает, наверное, эту музыку, эти смыслы актуальными даже через столько лет. И, в том числе, кстати говоря, это обложка, да, казалось бы, never mind. Когда мы обсуждали с друзьями, значит, эту историю про Спенсера Элдена, который подал на них в суд, один друг мой Дима сказал, что вот как все-таки Курт глядел как вглубь, он еще тогда уже показал вот эту вот тягу, людей к деньгам, да, или к деньгам, как правильно. И, да, и Спенсер действительно оказался в этом смысле человеком, который оказался с двойным дном, да, я думаю, что многие знают о том, что на юбилее этого альбома он делал, повторял эту фотографию, уже взрослый, делал точно такой же снимок, причем неоднократно, насколько я знаю, что он себе сделал даже татуировку с надписью never mind, и, значит, принимал участие во всех промо-компаниях, которые касались этого релиза, всегда гордился, и вот, видимо, деньги закончились. Ну, я не буду осуждать, тут осуждай, не осуждай, в общем, суд принимает решение, суд принял решение, и это уже их ответственность, моя задача в данном случае рассказать. Кстати говоря, хотел сказать о том, что вести новостной блог, всегда от него что-то ждут, что-то эпатажного, всегда новости, это про какие-то сплетни, про какой-то такой душок, да, вот, всего этого у меня не будет, сразу говорю. Я понимаю, что аудиторию, конечно, аудиторию нравятся жареные факты, нравится, чтобы кто-то кого-то пообсуждал, пообсирал, хуямин покрыл, я вот этого всего делать не буду, всем все показывает жизнь, мы будем здесь делать какие-то неоднозначные, неожиданные выводы из всех ситуаций, и моя задача здесь через конструктив дать крутые какие-то инсайты, я думаю, что думающая аудитория, которая слушает, смотрит, да, и слышит, самое главное, слышит, найдут намного больше смыслов, если я сейчас начну говорить, какой там Спенсер Элдон, ну да, как он смел, да, вот это все. На самом деле проще, наверное, круче здесь разобраться в том, что, в том, что действительно Курт смотрел, показывал, показывал суть, сущность людей, тяги к деньгам, и даже на своем собственном альбоме это оказалось его прямым подтверждением, кстати говоря, наверное, поэтому этот альбом такой классный. Так вот, собственно, суд отклонил, отклонил иск Спенсера, так что фанаты могут порадоваться, вот, те, кто поддерживают то, что это справедливое решение, тоже могут порадоваться, но есть еще время подать апелляцию, так что суд, скорее всего, продлится, вот. Я, кстати, почитал, что Элдон потребовал всего 150 тысяч долларов в качестве компенсации моральной, ну, на мой взгляд, какие-то такие абсолютно вообще приземленные цифры для Америки, мне кажется, он больше отдаст на адвокатов, поэтому в чем выгода? Лично я благодаря этому, в общем, всегда скандалы, это всегда какая-то возможность, я, например, для себя, это был еще один из поводов для меня послушать этот альбом целиком, да, потому что на тот момент я еще не был знаком со всеми треками, которые там звучали, и это как вот, в принципе, тут недавно произошел какой-то скандал, связанный с Андреем Курпатовым, и я сейчас не буду вдаваться в подробности, я сейчас не, опять-таки, повторюсь, нет желания там, да, каких-то жареных фактов подкидывать, но для меня это была возможность почитать его книгу, вернуться к его книге, которые я забросил, потому что не было возможности, точнее, не читая, я слушаю аудио, и эта аудиокнига пришлась мне так вот прям вот настолько вот вовремя, она как раз-таки была про тревожность, да, про боязнь будущего, про то, когда ты, в общем, накручиваешься в голове какое-то огромное количество, вот как снежный ком я рассказывал о том, что я сейчас меняю работу, вот буквально уже 17 января через неделю ровно я покидаю свое текущее место работы, и с этим связано огромное количество там, да, то, что я умру под мостом где-нибудь там, в общем, без денег, без этого всего, да, и вот эта книга, вот эта глава как раз-таки, на которой я остановился буквально в прошлый раз, когда перестал слушать, она была вот ровно про то, что делать в такой ситуации, как реагировать, как, так, сейчас немножко поправлю, так, понежу, опущу, да, как, как, если я немножко отодвину, как, в общем, со всем этим работать, и результаты, ну, блин, ну, нереально просто, я как минимум две недели уже на полном позитиве, и, да, до сих пор новой работы нет, но я веду блог, правда, парадоксально смешно. Так, тут у меня какие-то уведомленица, давайте-ка мы их срочненько выключимся. Прошу прощения. Поэтому скандал всегда классно, то есть не стоит фанатам ругаться на скандал, потому что такие люди, как я, смогли для себя открыть этот альбом, нужно поблагодарить Спенсера, он и деньги на адвоката потратил, и суд не выиграл, а группа получила еще дополнительное внимание, и миллионы, миллиарды, я уверен, прослушиваний своего альбома, так что это всегда плюс. Что ж, посмотрим, что будет дальше, а мы подвигаемся к такой интересной истории про то, что Warner Music выкупили каталог Боуи, Давида Боуи, все его дискографии за все время, включая какие-то бейсайды, какие-то потерянный, изданный заново альбом, и все это в одной дискографии, и отдали за эту сделку 250 миллионов долларов. Ну, какие можно сделать выводы из этой ситуации? Ну, очевидно, да, когда звукозаписывающая, ну, в данном случае лейбл, да, Warner Music как лейбл выкупает, и как дистрибьютор выкупает каталог артиста, это значит, что он уверен, ну, понятное дело, никто не знает, как это будет на самом деле, но он уверен в том, что эти деньги, конечно же, окупятся, и в перспективе, мало того, что окупятся, еще и принесут огромную прибыль. В данном случае я не смогу сделать какого-то дополнительного вывода, потому что для меня на сегодняшний день еще является загадкой, для чего продавать этот каталог, да, этих альбомов, каталог артиста, для чего лейблы это продавать. Ну, обычно это происходит в каких-то сложных, скандальных ситуациях, как, например, в прошлом или в позапрошлом году, например, такая же ситуация произошла вот в России у Лолиты и дистрибьютора Елены Кипер, Publishing Production, Лолита заподозрила Елену Кипер в махинациях и забрала у нее весь каталог, который, кстати говоря, насколько я понял, дистрибьютировался, это был саб-дистрибьютор, на самом деле, все это выходило на лейбле Studio Sоюз, то есть это такой был саб-саб-дистрибьютор, и вот после того, как Лолита забрала весь свой каталог у этого лейбла, передала его на другой, я уж не знаю, опять-таки, не могу сказать, какого характера в данном случае ситуация была у Дэвида Боу, потому что его, насколько я понял, раньше издавалось у Ни Мьюзик, и почему они посчитали эту сделку выгодной, ну, это как любой бизнес, да, все продается, все покупается, главное, чтобы был покупатель. К чему все это, все я это веду? К тому, что на музыке, да, на прослушиваниях можно зарабатывать миллионы долларов, и я думаю, что те, кто следят за развитием современного стриминга, знают о том, какие сейчас огромные, огромные гонорары, готовы, какие, да, готовы платить авансы артистам за их релизы, лейблы. И, кстати говоря, пользуясь случаем, так как меня наверняка в этом выпуске слушают музыканты, есть такая история про, да, вот авансы за альбом, вот эта вот вся история, для многих ребят это стало таким каким-то определенным, в общем, хочется всем, чтобы их альбом купили, чтобы их релизы выходили не просто вот так вот, что вот, здравствуйте, привет, лейбл, прошу прощения, что вот, привет, лейбл, я молодой артист, вот, издай мою музыку, а лучше еще и заплати мне за нее. В каких случаях это происходит? Это происходит, когда ты медийный артист, и тебя хотят, твой релиз всем известен, вот, как музыка Дэвида Боу, и она принесет тебе как минимум в два раза больше, да, а лучше в 10, поэтому, а лучше в 100, да, или там в тысячу раз больше, чем тебе заплатят твоего аванса, и, понятное дело, что если ты, ну, там, молодой артист совершенно еще, то ожидать какого-то аванса от лейбла, ну, просто, ну, забавно, это в данном случае не актуально, но есть еще определенного рода такие заблуждения относительно того, что если лейбл платит мне, грубо говоря, там, 2 миллиона рублей или миллион рублей за мой альбом, да, аванса, то это, типа, деньги, которые вот мне просто, типа, подарили, ну, то есть это, типа, как будто бы право издать альбом у себя на платформе. На самом деле форм взаимодействия очень много, и одна из самых популярных форм взаимодействия – это то, что вот этот миллион, который тебе заплатили, или, там, 2 миллиона за релиз, скорее всего, будет вычитаться из прибыли, вот, будут идти прослушивания твоего релиза, и пока вот первый миллион лейбл себе не окупит обратно, ты не получишь всех остальных средств, которые накапывают свыше. Бывали такие случаи, я слышал об этом, что, ну, то есть это не какие-то бесплатные, бесплатные деньги, которые тебе дают, бесплатные деньги, да, это совершенно осязаемая история про взаимовыгодное сотрудничество, да, этот аванс, это то, на что ты хочешь и можешь потратить деньги. Или, например, бывали такие случаи, когда артисту платится аванс, там, я не знаю, за релиз, и, там, ну, допустим, за сингл 100 тысяч рублей, и столько прослушиваний, там, в первый, в первый, там, не знаю, триместр не происходит, и артист по условиям договора может возвращать еще часть этого аванса обратно лейблу. Так что не стоит очаровываться. А мы переходим к следующим новостям. В данном случае это у нас будет история про возвращение Daft Punk на... Но не в шоу-бизнес, да, а на вершины чартов. Это на сегодняшний день такая очень актуальная тема. Вышел ограниченный тираж переиздания саундтрека к фильму «Трон. Наследие». Да, он вышел на нескольких, на двух виниловых пластинках, и вот благодаря какому-то вот этому инфоповоду, вот этой раскачке, снова ворвался в чарты, и, ну, конечно же, конечно же, у всех надежда, да, вдруг группа вернется, да, когда музыка возвращается, а вроде артисты еще, да, живы, все ждут. Я сам обожаю этот трон, трон, саундтрек «Трон. Наследие», этот трек. Как же он назывался, я его даже сейчас найду. Очень хочется, очень хочется его, конечно же, включить, но, да, мы будем беречь для монетизации все-таки этот контент на моем канале, для того, чтобы хотя бы что-то я мог с него зарабатывать, этих трехсот просмотров, которые на нем будут. Поэтому я обязательно размещу плейлист с релизами, о которых я сегодня разговариваю, с какими-то классными треками из релизов, о которых я сегодня говорю. Создам плейлист, ссылочка будет под описанием, если кто-то хочет послушать ту музыку, о которой здесь сегодня я рассказывал. Она обязательно, обязательно в нем будет. В частности, вот этот вот коротенький трек «The Son of Flynn» минуты 35. Он, наверное, очень много кого был на рингтонах, когда это было актуально. И сразу хочется сказать о том, что подобные истории, когда альбом возвращается в чарты, вот сейчас был хороший пример с трибютом группы «Тату», когда авторы объединились, вот, кстати говоря, опять-таки, Лена Кипер в данном случае объединилась с Валерой Полиенко, с автором слов, с Сергеем Глэном, автором музыки, и с другими авторами, которые работали над первым альбомом и вторым, и решили организовать коммерческое мероприятие как трибют группу «Тату». Я думаю, давайте так, я не буду говорить за авторов, кто чем, у кого какие были мотивации. Для меня, я здесь делюсь только своими собственными какими-то фидбэками, своим собственным восприятием. Для меня, конечно же, это исключительно коммерческое мероприятие, когда авторы знают, что на треке будут созданы огромное количество новых каверов, это, соответственно, запустит определенную волну медийности, каверы будут звучать, а там, где звучат каверы, обязательно появляется оригинал, и в данном случае авторы от этой истории выигрывают вдвойне. Ну, и, собственно, что и произошло, треки ворвались в чарты ТикТока, и, в общем, трибют по большому счету никого не зацепил, насколько я понял, по каким-то, ну, вот, чем-то комментам, да, то есть зацепило там, условно, несколько треков в лучшем случае, но авторы добились своей поставленной цели, и сейчас действительно снова тату, их музыка в тренде, я, конечно же, тоже этому рад, вот, и рад за предприимчивость авторов, которые уже который год имеют возможность на, там, на своих композициях возвращать к ним новый-новый интерес, ну, и, да, получать свою порцию пассивного дохода в виде авторских отчислений на свои счета. Да, мы будем считать ни чьи, чужие деньги, всего лишь констатация факта. Кстати говоря, если говорить о том, что мне понравилось в трибьюте, все это будет в плейлисте, который я размещу, да, в ссылке в описании. Отсюда сразу хочу перейти к альбому «Уикенда», я думаю, что к тому моменту, когда выйдет это видео, ни для кого уже не будет сюрпризом, что он вышел, это произошло 7 января, если я правильно понял, да, и сегодня 9 я записываю это видео, когда я его выложу, может быть, во вторник. Здесь вообще абсолютно дело не про то, понравился он или не понравился, это вообще история не... Кто я такой, чтобы давать оценки, правильно? Слушайте, парень, который слушает, там, не знаю, «Акула» или слушает Джорджа Майлза, или, там, не знаю, господи, там, ты кого я еще слушаю? Я не знаю, «One Republic» и при этом еще группу «Демо», то, да, кому вообще интересно мнение такого меломана, как я? Поэтому никаких рецензий не будет. Более того, хочу сказать, что я посмотрел несколько... Я вообще всегда в своем детстве, еще с детства, когда слушал вот эти, смотрел эти рецензии на альбомы, я думал, ну, ничего себе вообще люди... Ну, то есть, раньше же не было, да, интернетов, вот этого всего, и единственная возможность узнать о каком-то новом релизе, ну, не считая киосков, в которых там стояли кассеты, на которых можно было увидеть свой какой-то альбом, это были всегда рецензии в журналах, да, и я всегда думал, блин, как бы мне хотелось быть вот этим самым человеком, который пишет эти рецензии, как же мне хотелось бы, чтобы мое мнение имело такой вес. Но потом, когда я начал становиться старше, я начал совершенно иначе к этому относиться. Я подумал, а почему вообще этот человек делает рецензию этому альбому? кто он такой, что он окончил, почему я вообще должен слушать вообще его мнение об этой музыке? Ну, то есть, и, кроме всего прочего, ну, то есть, это какое должно быть самомнение, да, для того, чтобы делать какие-то комментарии относительно чужой музыки. Ты ее не создавал, ты ее не писал, ты ее, ну, у тебя своя жизнь, да, и поэтому я, конечно, никого не осуждаю, но, на мой взгляд, это вообще не в моей системе ценностей, и поэтому я ко всем критикам, ко всем, ну, то есть, то же самое касается комментариев в YouTube. Проще всего засрать, да, снять, смонтировать, придумать темы, вот это все записать, найти время. Время, это вообще просто невероятный факт. Потом, если ты вот смотришь это видео, и ты думаешь, что вот я такой, мол, нихуя себе, вот он себе позволил тут, тут это, что-то тут, обозревать новости, какой тут он, блядь, обозреватель, блядь, нашелся, то вот я про себя думаю то же самое. Я думаю, ну, блин, а могу ли я вообще, имею ли я право то что-то обозревать вообще? Может быть, мне нужно сначала вот каждую новость, которую я сегодняшний день говорю. Я куда-то что-то закапываюсь вглубь, и поэтому, конечно, это отнимает, подготовка отнимает больше времени, чем само это видео, и для того, чтобы выдавать вот эти все инсайты на гора, нужно быть реально вот в теме, в теме, в теме постоянно что-то слушать, искать, смотреть, ну, то есть, разбираться, да, и при этом еще выводы какие-то делать. А вот так вот брать, типа, ну, вот Weekend выпустил альбом, он говно, ну, блядь, ну, я же так не скажу, ну, то есть, кто я, опять-таки, повторюсь, для того, чтобы судить, да, и посмотрев, кстати говоря, интервью, я вот посмотрел с Троицким, с Артемием Троицким интервью, посмотрел с Сергеем Соседовым интервью, у Троицкого посмотрел на канале еще не Познер, с Сергеем Соседовым посмотрел на канале Алена Блин, да, супер, канал супер, и, ну, что сказать? Единственное, что я смог сделать вывод, это в том, что люди с совершенно субъективным вкусом, вкусом, совершенно субъективным вкусом, и очень смелые, которые просто имеют какое-то право делиться какими-то выводами о своей, ну, типа, вот это говно, а это, ну, вот послушай здесь же вот, ну, то есть, на мой взгляд, это ничего больше, чем как, ну, вот я про себя сейчас говорю, да, когда я кого-то осуждаю, это всегда про зависть, вот, потому что если я что-то не слушаю, вот я записывал видео про ВК-фест, я там никого не оскорбил, несмотря на то, что мне огромная там часть из музыки, не то, что непонятно, но просто неинтересно, и, ну, какое я имею право вообще, у этой музыки есть свои слушатели, свои миллионы, и они пускай слушают свою музыку, я буду слушать свою, ту, которая для меня, свою акулу, я буду слушать свой джаз, своих тату, я не знаю, там, своего уикенда, и все остальное, да, и мне будет абсолютно по барабану, кто что скажет там про эту музыку, да, плюс все проверяется временем, мы посмотрим на успехи через времена, и поэтому, посмотрев интервью, что Тройского, что Соседова, это оба человека, хоть их и сложно в чем-то объединить, хотя они вышли, собственно, из одной программы, насколько я помню, акулы-пера, могу сейчас ошибаться, если это неправильно, поймите и простите, здесь в данном случае это не принципиальный момент, хочу сказать, что очень важно, чтобы каждый человек, который говорит о своих чувствах, понимал, почему он их говорит, для меня, я точно знаю, что если я кого-то осуждаю, то это зависть, что это какая-то нереализованность, и более того, критик – это всегда нереализованный артист, я думаю, что каждый человек, если углубляться внутрь, всегда это понятно, и в общем любого критика хочется только ему сказать, блин, давай я тебя обниму, слушай, давай я тебе подарю немножко своей доброты, и ты не будешь больше таким злым, не будешь больше таким суровым, мы с тобой, короче, я в тебя верю, давай-ка ты прекращай вот это все говнокомментарии, давай иди, садись, пиши свой альбом, если тебе нужна моя поддержка, я тебе ее дам, иди и делай это, вот это то, что хочется сделать мне, потому что каждый человек со своими тараканами в голове, и единственное, что мы можем дать друг другу, это любовь, я вообще стараюсь, знаешь, я так посмотрел, если относиться, вот мы порой иногда так можем зайти кому-то под видео там, да, и я стараюсь этого не делать, но я это периодически читаю, иногда, блин, порывается, конечно, рука, что-то написать такое, а потом ты сидишь и думаешь, ага, ну-ка, ну-ка, что ты, Серега, давай-ка мы это проработаем, что ты сейчас, вот ты хотел написать говно, а почему, давай-ка это мы сейчас прокрутим, может быть, это ты, хочешь пожаловаться на то, что у кого-то хватило сил выпустить свой трек, а ты, а ты сидишь и ноешь, или ты боишься, а кто-то не боится и выпускает то, что у него есть, может быть, так, давай, поэтому я стараюсь всегда, ведь у каждого человека, который, который выпускает свою музыку, у него есть там мама, есть брат, есть тетя, есть девушка, в общем, кто-то всегда, кто-то близкий есть, и я всегда стараюсь думать о том, что, что мы делаем, вот, например, представим на секунду ситуацию, что вот у меня есть сын, который выпускает, блин, прошу прощения, ну, на мой взгляд, ну, такую непонятную музыку, да, опять-таки повторюсь, ну, вот, кто я такой, чтобы судить, понятное, непонятное, все мы, все мы есть в тик-токе, и все мы видим эти тренды, когда абсолютно, какие-то абсолютно непонятные видосы набирают миллионы просмотров, и кто судьи вообще, да, может, это будет привлекать миллионы аудиторий, зачем, зачем человеку накидывать говно на вентилятор, я лучше поддержу, да, это мой самый, там, это мой сын, там, да, или моя дочь, это моя кровинушка, там, да, мое, все мое, что у меня есть, я, конечно же, скажу, я за тебя очень рад, слушай, чем я могу тебе помочь, вот, на мой взгляд, не знаю, вот здесь вот гитара не очень хорошо звучит, это так надо, это такая фишка, или может быть мы можем подумать и переписать ее лучше, как ты считаешь, то есть задавать вопросы, да, говорить, я думаю так, а как на самом деле, а что думаешь ты, да, и мы, конечно же, приходим к какому-то результату, да, я точно так же всегда думаю, но ведь у, там, у любого артиста, которого мне хотелось бы, там, немножко, там, да, типа, там, позавидовав ему сказать что-то плохое, я всегда думаю, блин, ну, у него же наверняка есть мама, или у нее, там, да, или есть брат, или муж, или дочь, и она выпускает эту песню, и там, и там мама ей говорит, блин, доченька, я тобой так горжусь, ты такая молодец, ты выпустила песню, ты выпустила клип, ты так много работаешь, ты так много стараешься, я тебя, я тебя поддержу, я тобой болею, в любом случае, я понимаю, что, и она права, да, и мама права, вот, и, и каждый человек хочет, чтобы у него был такой близкий человек, который всегда поддержит, всегда скажет, какая твоя музыка классная, какой ты молодец, и поэтому, я всегда стараюсь подумать, вот я слушаю этот трек, он, например, ну вот, мне вообще не нравится, и тут же я включаю нотку, то, что, а вдруг, это песня моей племянницы, вот у меня есть несколько племянников, вот в Москве живу, у моей сестры, двоюродной, несколько племянников, я вот думаю, а вот если бы эта песня была, вот она в чартах везде, да, вот она в чартах, и она меня сейчас раздражает очень сильно, я завидую, я хочу, чтобы эта песня, почему эта песня, я не понимаю, да, и я сразу себя ловлю на мысль, а если бы этот трек исполняла моя племянница, я бы что сказал, что это говно, или я бы сказал, блин, она в чартах, господи, как же я тобой, моя дорогая племянница, горжусь, да, я вот всегда стараюсь с разных сторон смотреть на эту тему, и поэтому, когда вижу музыкальных критиков, мне немножечко становится смешно, вот, я хочу, я все-таки за осознанность, и за то, чтобы люди понимали, ну, зарабатывать деньги, кого-то оскорбляя, я опять-таки никому не судья, у всех своя жизнь, у всех свои жизненные обстоятельства, я все-таки просто за то, чтобы в мире все происходило, и в гармонии, и чтобы каждый человек подумал о том, что у любого другого человека есть дочь, отец, сын, который в любом случае за вот эту любую песню гордится, да и кто ты такой, чтобы давать ей оценки. Давайте так, буквально парочка еще таких коротеньких новостей, про то, что выставка Виктора Цоя «Путь героя» открывается в Центральном манеже 15 января в Москве. Не знаю, не знаю, что там будет, скажу так, что для меня Цоя это тоже, тоже, я помню, как сейчас, когда я в восьмом классе, я много слышал про Цоя, мне тогда было 13 лет, по-моему, 13, да, услышал про Цоя, и я все, меня немножко раздражало, потому что слушали его люди, с которыми я не общался, и мне казалось, что эта музыка будет абсолютно мне неинтересна. Кстати говоря, такая же история была с Нирваной в детстве, потому что все быдланы во дворе, которые ходили в байке Нирвана и еще Оникс, они были конченые сука ебанаты, они там, ну вот, пиздили меня, например, там, да, ни за что, ну вот просто потому что, блядь, они крутые, а я просто человек, который не хотел никого пиздить, и я всегда считал, что эту музыку слушают конченые уебки, и вот когда вырос, да, наконец-то сам столкнулся с музыкой Нирваны, я понял, что, блин, ну это же классно, классное музло, почему, почему обязательно нужно вот эту вот всю хуету, вот с этими понтами, привязывать к стилю музыки, и вообще, ну то есть, на мой взгляд, вот эти ребята, которые там ходили, быдловали, они, конечно, создавали для группы Нирваны вообще негативную абсолютно эстетику, вот, и примерно похожая ситуация была с группой кино, но они всегда были поспокойнее, эти ребята, но они всегда чувствовали, всегда какой-то себя элитой чувствовали, как будто вот они просветлели, и что-то поняли, а такое выражение, ну вот это вот повышенная вот эта вот просветленность, всегда просто кроме вот этого ничего не вызывало, и я помню, что долгое время вообще как-то сторонился этой музыки, но я помню, что подруга у меня была, Юля, одноклассница, у нее был единственный в классе CD-плеер, CD-плеер, представляете себе, сейчас CD-плеер, мне кажется, если с CD-плеером выйти на улицу, то просто все, там, девушки или парни, в зависимости от того, кто тебе нравится, будут твои, это просто нереально, у меня вот, я думаю, что вы видели в прошлом выпуске, позапрошлом, мой бумбокс, который мне подарил мой коллега по работе Никита, это просто, я у него попросил, говорю, слушай, у тебя есть, мы как-то ехали вместе с, в общем, неважно, и я говорю, слушай, у тебя есть, ну, короче, разговорились, я говорю, если я хочу сейчас купить кассетный плеер, купил себе несколько кассет, и в том числе, кстати, тату, и купил себе Брат 2, купил себе Агату Кристи, купил себе альбом Земфиры, два альбома Земфиры, те, кто мне его продавали, не знали абсолютно, что сейчас, наверное, это на ebay, можно продать просто за какие-то, или там, как раритет, мне кажется, за миллионы альбом Земфиры, то же самое с альбомом тату, если его залить на кассете, загрузить куда-нибудь на ebay, можно было снять какие-то невероятные деньги, я уверен, я купил их там за 5 рублей белорусских, каждую кассету, это меньше 2 долларов, ну и скажу прямо, что мне теперь, я хотел себе купить плеер, но получил бумбокс, что еще лучше, это для крутых романтических свиданий у меня дома, определенно сыграет свою роль, но для атмосферы, хотел сказать о том, что, вот группа кино, когда мне впервые включили ее на CD-плеере, я влюбился просто, ну, с первого звука, я не знаю, как это объяснить, это, ну вот как это работает, я не знаю, какие гармонические ходы, что, как эта музыка, то есть объяснить словами, я не могу, как это происходит, поэтому единственное, что могу сказать, что поклоняюсь, в хорошем смысле слова, перед талантом, кланяюсь точнее, единственное, что, конечно же, конечно же, что не могу не отметить, это то, что пару лет назад попал на какие-то видосы, живые выступления, Цоя, где-то в Америке, что какие-то странные записи, раритетные очень, и понял, что в 21 веке, в эпоху интернета, ой, тут очень, конечно, ты понимаешь, что вот все должно произойти, вот и первые баги записи на телефон, у меня прервалась впервые, вот это уже получается, четвертый выпуск блога, который я записываю, это произошло впервые, запись просто оборвалась, и когда я понял, что записал 40 минут, и я не знал, сохранится видео или нет, и я в этот момент, я подумал, да ну его нахуй, я говорю честно, что я подумал, бля, я не готов перезаписывать 40 минут, которые были искренне, не по суфлеру записаны, эти мысли, потом пересказывать, я не знаю, бывало у вас такое или нет, я уверен, что наверняка бывало, когда у тебя такое было, что когда ты записываешь голосовое, даже если оно было, ну там условно на 5 минут, и потом ты понимаешь, что там у тебя прервалась запись, или ты забыл нажать кнопку записи, или что-то там в общем произошло, или в общем что-то сбилось, или ты там рукой нажал случайно, и тебе нужно перезаписывать практически все это сообщение заново, ты себя чувствуешь немножко дурачком таким, да, как будто бы, блин, ты сам с собой разговаривал все это время, и вот сейчас было 40 минут, я боялся, что я сейчас не смогу просто ничего сказать, ну в смысле ничего сохранить, и мне придет, я подумал, так, задал себе вопрос, я буду перезаписывать этот выпуск, или все-таки нет, чем я сейчас займусь, но к счастью, пока я минуту думал, в какой-то такой легкой панике, я увидел, что видео сохранилось, и фу, это был опыт для меня, и до сих пор не могу честно себе ответить на вопрос, перезаписывал бы я этот выпуск, или нет, наверное да, но учитывая то, что сейчас уже 23.50, когда бы я это делал, непонятно, я продолжу, и наверное закончу тему про Виктора Цоя, про группу Кино, мне кажется, что видеозапись оборвалась неспроста, потому что меня просто высшие силы уберегли от хейтеров, потому что я, ну я все равно это скажу, потому что я действительно так думаю, что очень классно, что некоторые события происходят в нужное время, в нужном месте, и часто обращаю внимание на то, что такой успех, мне кажется, вот на сегодняшний день, я не знаю, как там, например, господи, ну там, как у той же группы Тату, о которой мы сегодня говорили, ну то есть, успех вот этого первого альбома, да, который пять лет делся, пять лет, группа существовала на одном альбоме, ну и там, на его англоязычной версии, и, ну, мне кажется, в эпоху, вот в 2022 году, это просто невозможно, здесь каждый трек, ну, сезон позвучал, следующий, 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 если ты не выпускаешь каждый месяц, условно, сингл, то говорить о какой-то популярности, которая будет длиться годами, вот как это происходило с одним, с одним альбомом у Тату, или там, с двумя, тремя альбомами у кино, ну, я, опять-таки, не берусь судить, но, какой-то вот, часто на вот этой, какой-то таинственности, да, когда ты получаешь информацию о группе только из какого-то журнала, ты можешь себе это представить, же, да, вот если ты моего возраста, ты еще помнишь те, те моменты, когда не было интернета, и единственную какую-то заметку о своей группе, ты любимый мог прочитать только в журнале, ты ждал каждую неделю, когда выйдет новый номер, ты молился, чтобы там эта группа была на обложке, это значит, что это будет развернутый материал на разворот, там, да, какой-то постер может быть, да, и ты просто ждал этого, и сейчас, сегодня это воспринимается настолько, ну, то есть, каждая маленькая новая фотография воспринималась как что-то, какой-то подарок с небес, ну, я сейчас говорю, это забавно, но, конечно, сейчас совсем все изменилось, каждый день миллионы контента выливается на нас, и мне иногда кажется, что, да, я вот всегда, точнее, не то чтобы мне кажется, я задаю себе вопрос, существовала ли бы группа кино, и была бы ли она так популярна, ну, точнее, существовала, это понятно, но была бы ли она, стала ли бы она такой культовой, если бы родилась вот в наше время, сейчас, в 2022 году, был ли бы такой громогласный успех, ну, этого никто, конечно, знать не может, и все, что произошло, это все до кабы, кабы-да-кабы, поэтому всего лишь хочется сказать о том, что выставка открылась, да, я тут на днях посмотрел, начал, к сожалению, еще пока не закончил, очень сложно мне далось это интервью, я, может быть, еще более подробно о нем поговорю, с отцом Виктора Цоя, Гордон брал интервью у него, и ну, у меня, конечно, если кто-то смотрел, для меня это, честно говоря, было очень тяжелое видео, я поэтому его до сих пор не досмотрел, но в новогоднюю особенно пору, там, то, чем он делится, подробностями какой-то своей жизни, мне, ну, мне было тяжело это воспринимать, информацию, когда ты понимаешь, что как вот, в какой среде, вот, часто талантливые люди растут, как они продвигаются, как они свой талант развивают, в каких условиях, там, они выросли, откуда, каким образом происходит вот это становление тебя, как артиста, ты понимаешь, что все, что происходит, оно происходит, ну, это, скажем, абсолютно, да, справедливо, да, то есть, каждый человек добивается, приходит к таким успехам, только благодаря, ну, то есть, это не просто потому, что повезло, есть огромное количество сопутствующих факторов, какой-то стержня, какой-то выносливости, да, какого-то, ну, и плюс, конечно же, это вот смыслы, да, смыслы, поэтому, интервью очень сильно, не уверен, что готов его рекомендовать, потому что, ну, такая тяжелая, тяжелая информация, мне кажется, она так, может, кому-то под испорт настроение, поэтому переходим к хорошему, да, продолжая тему кино, я посадил дерево, в честь Леонарда Ди Каприо, назвали дерево, как бы это ни звучало, странно, может быть, заголовок, конечно, очень такой, да, кликабельный, да, но, но, но это правда, значит, ученые из Королевского ботанического сообщества, сада Кью, назвали недавно, обнаруженное в Камеруне, новое дерево, в честь Леонарда Ди Каприо, который, благодаря которому, были спасены, насколько я понял, значит, Леонарда Ди Каприо поддержал вырубку, поддержал протестующих, против вырубки тропических лесов, Эбба, я не знаю, не уверен, тропические они или нет, и, по мнению ученых, Леонарда Ди Каприо огромный вклад сделал в то, чтобы этого не произошло, и на сегодняшний день, насколько я понимаю, леса не вырублены, поэтому, в этом лесу обитают многие исчезающие виды животных, и поэтому это я подглядываю в ноутбук, не обращайте внимания, поэтому, ну, что сказать, да, сразу какие-то пошлые шуточки, приходят на ум, но я думаю, что вы сами уже все их придумали, я оставлю поле для фантазии вам, просто такой вот интересный факт. Кстати говоря, сейчас вышел новый фильм с Леонардо Ди Каприо, по-моему, называется «Не смотри вверх», да, как-то так, я не посмотрел еще, трейлер мне очень понравился, но я слышал, ну, читал классно, и классные отзывы, и совершенно противоположные, причем от разных людей, чему мнению я доверяю, в равной степени, я обычно смотрю все те фильмы, трейлеры, которые мне понравились, и иногда, да, сами фильмы меня разочаровывают, но это, скажем, редко, вот, с другой стороны, я не смотрю те фильмы, трейлеры, которых мне не понравились, поэтому статистика несколько, то есть, а вдруг бы они мне понравились, когда бы я посмотрел, да, поэтому статистика неравноценная, не могу ничего сказать, но в 80% случаев фильмы, которые, трейлеры, которые мне понравились, они заслуживают внимания. Поэтому, ну, радуемся за Леонардо Ди Каприо, он так себя уже вписал в историю, да, как говорится, войти в историю, да, быть отмеченным в сторис в 22-м году. И мне кажется, что это, конечно, повод для какой-то, вот я так подумал, вот если бы назвали в меня честь какой-то, в мою честь какое-то дерево, новый вид, блин, ну, это звучит, конечно, как-то кринжово, но это очень-очень приятно, и это невероятно. Значит, дерево, кстати, названо, сейчас скажу как, Ивариопсис Ди Каприо, вот, может быть, какой-нибудь был бы я там. Ивариопсис Ульянов. Ну, кстати, звучит неплохо. В общем, желаю всем, чтобы за их заслуги в честь вас называли деревья, вот. А еще это классная возможность спасти природу, и вот это, на самом деле, вот я, что-то как-то мы всегда про что-то материальное говорим, да, вот. А про суть-то, да, про то, что человек вложил огромное количество средств и усилий в спасение природы, как-то вот всегда вот мы это проходим, это скучно, это неинтересно, это наш мозг не хочет воспринимать. Я надеюсь, что, когда я стану, когда я возглавлю чарты Грэмми, и получу Грэмми, обязательно у меня будет свой фонд. И как в новой серии семейства Чикин Кориан, я обязательно в честь кого-нибудь открою свой фонд. Пока у меня была мысль про бездомных животных, но я подумаю еще. Это была моя детская мечта, открыть фонд бездомных животных, для бездомных животных поддержки. Но это скорее было связано с тем, что я сам хотел себе собаку, и единственную собаку, которую я мог взять с улицы, и поэтому мне, конечно, хотелось всех собак приютить у себя дома. До сих пор собаки, кстати говоря, у меня нет. И когда будет фонд, то есть я надеюсь, что он тоже будет двойной, как, я думаю, что если вы видели рождественскую, если ты видел или видела рождественскую серию Чикин Кориан на канале, Чикин Кори с Гудковым, Маркони, Кукушкиным и Натальей, Натальей, господи, я же забыл, как я зовут Наталья Андреевна. Я знаю ее фамилию. Ладно, ну вы поняли. Ты понял, о чем я говорю. Вот они там тоже, значит, открывали фонд. Может быть, у меня будет двойной фонд. Я придумаю обязательно что-то, что соответствует моим идеалам 2021-2022 уже года. И торжественно, торжественно обещаю. Так что поскорее, поскорее нужно, чтобы Грэмми состоялся. Кстати говоря, про Грэмми. Какие классные подводки делал, переводы, да, с темы на тему, учитесь. Значит, Грэмми 2022 отложена, 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 в общем, перенесена из-за коронавируса в прошлом году. Все прекрасно знают, что Грэмми вручалась онлайн, и ее получил впервые. Сейчас, господи, боюсь что-то соврать, соврать вот это. Только что говорил, что подготавливался. Вот я хреново подготовился. Получил в одной из номинаций наш замечательный сосед из Казахстана. Господи, что... Иманбек, Иманбек. Почему я как-то начинаю волноваться, забывая слова, имена, и да, я думаю, что каждый в курсе про то, что казахская... Блин, вот сейчас тоже опять казахская, казахстанская земля. Вот за это можно, правда, влепить дизлайк. Ну, не знаю, лучше не влепить дизлайк, а написать, Серега, слушай, ну, правильно будет казахская земля или казахстанская земля. Или... Ну, да, как-то так. Я буду умнее, и в следующий раз буду нести эти знания. Я знаю, что правильно позвонят, а не позвонишь, а не позвонишь. Да. Ты мне позвонишь? А вот казахская или казахстанская земля, я вот не знаю, как будет правильно. И, кстати говоря, Вот это знание «позвонишь или позвонишь» не то, что правильно будет «позвонишь». У нас на районе не звонят, а звонят, все равно помогло стать хитом. А еще есть песня «У руки вверх» «Ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет, скажи мне да или нет, дай мне свой ответ, где же ты студент?» И там он тоже «Ты звонишь ей домой, несмотря на то, что правильно будет, позвонишь». Я даже помню, у Сергея Лазарева выходила песня «Найди меня». И там он себе... Выходило две версии, значит, «Слепая надежда», что-то там был такой текст, «Слепая надежда, уплывшая в море, забрала с собой свое счастье и горе». Да, забрала с собой, и сложно в это поверить, но он взял и переписал эту песню. Надежда, уплывшая в море, с собой забрала мое счастье и горе. По-моему, как-то так был текст, и он переписал эту фразу, эту строчку. Это, конечно, было очень приятно и неожиданно. Вот. Ты спрашиваешь меня, откуда я знаю и кино, и Сергея Лазарева? Ну, это я. И могу процитировать и того, и другого. И абсолютно считаю, что любая музыка... Вообще, честно скажу, что сделал комплименты кино к Сергею Лазареву, тоже выражаю респект огромный. Сколько лет он делал музыку на английском языке, которая не раскручивалась. Да, зарабатывал, по большому счету, в ведущем песни года, да, и в театре, и, наконец-то, там, с какого-то там, с четвертого, с пятого альбома, наконец-то начал... Становил, стал всенародным любимцем музыкантом, сейчас уже который считается, да, вот, что-то... Кирковаров, Лазарев, что-то вот, они как будто бы из одной, да, в тусовке, хотя там разница в огромном количестве лет. И это, конечно, я всегда, когда вижу такой успех, это гордость, вот. Это, кстати, была не подгонка про Сергея Лазарева, ну, хотя вот могу сказать о том, что у него вышел новый альбом, «8» называется, и это не новости этого года, это в прошлом году произошло. Я этот альбом еще не послушал. Единственное, я видел, что у него знак бесконечности на обложке. Что ж, возвращаемся от Сергея Лазарева к Грэмми. Грэмми перенесли... В этом году, насколько я понял, планировали сделать офлайн, и... Ну, из-за коронавируса, вот, она должна была состояться по церемонии награждения 31 января. Сейчас пока перенесена на непонятный срок, может быть, на апреле или на май, так что узнаем только в этом году, появится ли новая звезда из России или из Казахстана, или из наших, да, стран, ближайших соседей, может быть, из Беларуси. Я буду болеть. Я не знаю, если кто-то не знает, как Имамбек за свой ремикс «Роузес», который он там написал, по-моему, за полчаса, я смотрел выпуск шоу по студиям, обожаю, обожаю это шоу, там, где разбирали трек, как был создан трек «Роузес», этот ремикс, да, по большому счету был ускорен оригинал, наложены какие-то биты, и там что за 25 минут, по-моему, какая-то такая тема. Трек просто был выложен ВКонтакте и вот и получил Грэмми, ну, то есть спустя, там, да, два года. Это, безусловно, гордость. Ты понимаешь, что это просто настолько какое-то невероятно счастливое совпадение, что, ну, такую судьбу, конечно, это очень круто. Каждый человек, конечно, я каждому творческому человеку, каждый, мне кажется, творческий человек заслуживает такой случайной удачи. Все вот эти, я бы мог сказать, ой, ну, там, за полчаса создал вот это все. Господи, давайте, я буду честен, да, каждый музыкант знает, что любая песня пишет за 5 минут, все остальное время это доработки. Ну, то есть зачастую ты пишешь вот трек, ну, я про себя сейчас говорю. Я очень часто, в последнее время я начал сочинять песни вместе с аккомпанементом, это для меня невероятно крутой опыт, это просто какой-то космос, я не думал, что когда-то это произойдет со мной, то есть я сам играю, сам тут же придумываю мелодии, но в 90% случаев раньше я просто слушал классный бит, и под него у меня рождалась, что называется, топ-лайн, да, мелодия трека, и наверх я почти сразу же придумывал слова-куплеты и припева, то есть в основном, то есть это было чистое сознание, то есть я абсолютно не анализировал, какие слова я сейчас пою, и получалась песня, и в конечном счете я практически даже не дорабатывал эту, ну, то есть текст дорабатывал, но основной вот этот вот кусочек, лейп-мотив, заход припева, все это оставалось такое же, как было вот с самой первой попытки, и мне кажется, что каждый музыкант, который занимается аранжировками и созданием композиций как автор, прекрасно знает, что все остальное это вот навешивание всяких вот этих вот, это проработка уже вот это все, мастеринг, запись в студии, ну, когда ты аранжировщика делаешь ремикс, тебе не нужно ничего сводить в студию, у тебя есть готовый вокал, готовый трек, ты можешь только улучшать звук, поэтому предлагаю не быть занощевыми, не быть занудами, не быть затворниками, и просто порадоваться всегда за человека, которому все мы создаем в принципе, ну, вот как-то вот щелкнуло и создало, что-то кто-то отчет написал, кто-то подготовил презентацию, да, каждый из нас по-своему, ну, то есть создать презентацию, то же самое, что песни написать, просто ты задаешься целью, если тебе поставить задачу не создать, а что, написать песню, ты и песню напишешь, просто нужно поставить себе цель, а хорошая она будет или плохая, опять-таки, кто судьи, это все решает, все решает на сегодняшний день вообще алгоритмы, так что ждем Грэмми, ждем новых звезд, ждем все, что получится, я желаю каждому, чтобы ваши, чтобы твои идеи, треки реализовывались от всей души, в конце, наверное, закончу веселой новостью про то, что Адель хочет стать хозяйкой Сталлоне, вот такой вот заголовок, прочитал, вот этот вот кликбейт, да, на самом деле, суть в том, что Адель хочет стать хозяйкой особняка Сталлоне, который она хочет приобрести, по-моему, с аукциона в Лос-Анджелесе, который раньше принадлежал, или сейчас принадлежал, я не знаю, ну, видимо, его продает, да, по какой-то причине, а у Адель в Лас-Вегасе, насколько я понял, с 21 января по 16 апреля у нее будет каждый выходной шоу в Колизее отеля Каесерс Пелес, Короче, если сейчас меня смотрят какие-то ярые путешественники и думают, господи, этот лох не знает даже, как произносится это название, да, я, к сожалению, мало путешествовал, да, у меня там ссылка есть на донаты, сбрасывайтесь мне, я съезжу обязательно на шоу Адель, я очень хочу попасть в Лас-Вегас на шоу Адель, господи, пожалуйста, задонатьте мне, я для вас снимаю видосы, мне будет, я с удовольствием потрачу это и сделаю прекрасный репортаж оттуда для тебя. Ну, про какие-то подробности, да, Адель, значит, сейчас на торгах этот дом застоль, 10 миллионов продается, насколько я понимаю, она планирует его купить за 58, еще сделка не осуществлена, но, видимо, им уже нужно поторопиться, потому что 10 января, как бы шоу-то уже с 21 числа, а там собирать еще сумки надо, чемода, вот, послушал, кстати, новый альбом Адель, 30, мало кто, кстати, знал, что на самом деле вся альбома она своей называет по своему возрасту, сейчас ей 30, да, опять-таки, не буду говорить никаких, кому, какое вообще дело, нравится мне этот альбом или нет, но скажу сейчас точно, что он мне нравится, он классный, он меня зацепил, я с удовольствием еще выходило шоу у Опры с презентации этого альбома, я посмотрел парочку фрагментов буквально на кинопоиске, подписки Яндекс Плюс доступны бесплатно, вот, и можно посмотреть этот концерт, презентацию альбома с интервью Опре с субтитрами, вообще нереально, я люблю англоязычный контент, стараюсь учить английский язык, только, то есть на занятия у меня времени не хватает, только смотрю, если фильмы или концерты, вот, какие-то интервью на английском языке с субтитрами русскими, и таким образом учу язык, поэтому, еще не посмотрел, но очень хочу, ну, то есть те кадры, которые я видел, они выглядят просто шикарно, они принимают какие-то невероятные личные темы, и альбом просто шикарный, и я хочу, хочу. Промочу немножко горло, ой, как-то это мерзкие, какие-то звуки, это глотание, вот это все, вот, кстати говоря, раз уж коснулись темы Лас-Вегаса, сделаю небольшое такое превью, сейчас моя партнер и коллега и подруга Маша Сорока, которая является соавтором моих песен, да, она снималась у меня в клипе «Легкие», вообще, она пишет свои книги, записала, ой, господи, написала книгу о группе 7B, биографию, называется она «15 ветреных лет», была издана несколько лет назад, была даже в трендах на «Зоне», в бестселлерах, без, без, горжусь и хочу сказать о том, что мы сейчас вместе делаем сериал, как раз-таки связанный с Лас-Вегасом, да, про попытку организовать шоу в Лас-Вегасе, я там выступаю в качестве продюсера, креативного продюсера и с автора уже, и уже с автора сценария, начинал как креативный продюсер и очень верю, что в этом году мы сейчас работаем с компанией, одной, одной компанией, у нас еще пока нет контракта, поэтому смысла озвучивать каких-то обещаний, что-то ожидать от нас пока, пока будет громогласно, но я не могу не поделиться, это моя гордость, мы начинали с того, что у Маши была написана книга и мы переработали вместе этот проект из книги в сценарий сериала и в общем наша задача была найти человека, найти компанию, которая заинтересуется этим сериалом, это сериал про музыку, про шоу-бизнес, про то, как раскрутиться и стать талантливым, прошу прощения, это все про то, что актуально мне на сегодняшний день, там два главных героя, это продюсер, неудачник и девушка, у которой есть один невероятный талант, вот, я не буду сейчас раскрывать фишек всех, но история называется блин, черт с ним, она называется Миша и Люся хотят в Лас-Вегас, если ты когда-нибудь услышишь или увидишь это название, включай обязательно, я думаю, что я сделаю еще анонс, когда что-то произойдет, но на сегодняшний день я горжусь тем, что мы занимаемся этой историей, и она как раз-таки про вот про то, как организовать шоу в Лас-Вегасе, как добиться, как вот добиться этого признания, да, в общем, все, все же за, все про себя, как обычно, все про меня, я все это прекрасно понимаю, каждый из нас, да, в чем-то своем хочет всегда преуспеть, раскрутиться каким-то образом в какой-либо ты не был бы профессии, всегда хочется, конечно, расти, идти вперед, идти, подниматься выше, и вот если я хочу этим заниматься в шоу-бизнесе, в актерской карьере, там это вот все как раз-таки про это, и поделимся там опытом обо всем, обо всем, сейчас работаем активно над сценарием, и как и мечта наших главных героев сделать шоу в Лас-Вегасе, так и моя личная мечта, я уверен, что этот сериал обязательно обретет физическую форму, я сейчас уже о нем говорю, значит, он уже существует, и безусловно, вот такой вот анонс в конце, в конце выпуска, очень хочется поскорее все это показать, рассказать, когда это произойдет, ну, пока так, ну, что ж, я на этом заканчиваю свой первый выпуск новостного, новостного обзора событий в первую, за первую неделю января, постараемся сделать так, чтобы эта рубрика стала у нас еженедельной, да, посмотрим, как она зайдет тебе, понравится, не понравится, пиши комменты, буду благодарен за конструктив, за подписку, за лайк, за шер, в общем, за это все, опять-таки, за донат, за, в общем, просто за просмотр и улыбку, вот если ты сейчас улыбаешься, давай вместе с тобой улыбнемся, да, и сразу как-то вот жизнь, сразу наполнилась смыслом каким-то, да, каким-то, каким-то ожиданием чего-то хорошего, и предлагаю это настроение с собой унести завтра у меня в понедельник, видео я, видимо, выложу во вторник, и всем желаю классной недели, уже каникулы, кстати, заканчиваются, большие, длинные, а я, в свою очередь, продолжаю свой путь на работе, и веду блог, и все это как-то в каком-то совместном, да, коллаборации существует, честно скажу, переживал, записывая этот выпуск, но все, по-моему, получилось огонь, я лично доволен, и, да, на связи будем, будем вести, может, я не знаю, может, в твич какой сделать, какой-то, этот, как это называется, стрим, хз, может, кому-то это интересно, я пока, пока, пока размышляю, если что, делитесь идеями, будем вместе, да, разбираться, в том числе, делитесь мыслями, о чем хотите услышать, еще, о чем хочешь услышать, я обязательно, что-то запишу, еще у меня тем, ой, ой, да, сказал человек, который начал записывать новостные блоки, да, так много тем, что начал записывать обзоры, опа, погасла, лампа, лампа не выдержала, ну, все, всех огнял, всем респект, на связи, это был Сергей Ульянов, подписывайся, и, peace, субтитры,